Всем привет! Вы на канале Мастеровед. Здесь мы рассказываем, как и из чего мы изготавливаем и устанавливаем заборы. Сегодня мы поговорим, какие виды заборов существуют, их плюсы и их минусы. Первый забор – это забор из металлического штакетника. Металлический штакетник можно устанавливать вертикально, можно горизонтально, можно в шахматном порядке, конфигурации масса. Такой забор абсолютно не прихотлив в эксплуатации. Как за деревом, например, за ним не нужно ухаживать, достаточно полить водой шланга, и он опять блестит. Металлический штакетник имеет разные виды покрытия, начиная от полимерного и заканчивая порошковым покрытием абсолютно в разных цветах. А о покрытиях вы можете посмотреть наш ролик, ссылка будет здесь. Если забором из металлического штакетника что-то произошло, то очень легко отремонтировать. Достаточно заменить те штакетины, которые стали непригодны для забора, а не менять секцию целиком. Этот вид забора сохранил все плюсы своего предшественника – деревянного штакетника. Он прекрасно пропускает воздух, пропускает солнечные лучи при определенной конфигурации монтажа. Именно поэтому опытные садоводы выбирают именно этот забор. Теперь о минусах. Ну, наверное, минус у такого забора только один – это его цена. Он стоит дороже, чем забор из профнастила, о котором мы поговорим далее. Кто-то может считать его одним из главных конкурентов забора из евро-штакетника. Это абсолютно не так, потому что эти заборы по своему внешнему виду, по своим конфигурациям, по, если хотите, философии, они абсолютно разные. Ну, во-первых, профнастил – это абсолютно сплошной забор, за которым ничего не видно. Он непродуваемый, он непроницаемый. Забор из евро-штакетника просматривается. Даже в конфигурации шахматка с зазором 2 см он будет просматриваться под очень острым углом. Плюсы забора из профнастила. Ну, наверное, самый жирный его плюс – это его непросматриваемость. Можете установить его и не беспокоиться, что вас и ваш участок за ним будет видно. Нет, этого не будет. Из минусов этого забора – это тоже, наверное, его непросматриваемость, потому что он не продувается. Ваши растения не будут получать солнечную энергию. Ну, то есть, речь идет о тех растениях, которые находятся рядом с забором. Он будет давать очень большую тень. А монтаж забора из профнастила происходит значительно быстрее, чем из евро-штакетника, потому что крепится сразу лист шириной плюс-минус метр двадцать. Штакетник же, ну, по одной штакетине вам придется крепить весь забор. При выборе забора из профнастила обратите внимание на прочность основания. А также такой забор выбирают люди, которые хотят приватности. Мы рекомендуем обратить внимание на основание. Столбы должны быть толщиной не менее двух миллиметров, а сам профлист с толщиной не менее 0,45 миллиметров. Ну, и, конечно, деревянный забор. Это бесспорная классика. Металлические столбы, деревянный брус и штакетник. Есть множество конфигураций. Шахматка горизонтальная, вертикальная, американка, плетенка, фальш-столбы. В общем, масса-масса всего. Дерево очень удобный материал для строительства. Но имейте в виду, что он требует, ну, как минимум, ежегодного ухода. Срок службы таких заборов, ну, значительно меньше, чем у металлических. А сейчас поговорим о заборе жалюзи. Этот забор имеет все основания стать современной классикой. Он имеет горизонтальные ламели, установленные под углом 45 градусов между столбами. Кстати, мы сделали подробный обзор о заборах жалюзи. Ссылка здесь. Забор жалюзи выбирает любителей современного стиля. Он прекрасно подчеркнет ваш статус. И в завершении рассмотрим еще один тип забора, так называемой секции 3D. Особенности этого забора – это практически отсутствие парусности. Это легкий, прозрачный забор, может быть, абсолютно разных цветов. Самый популярный – это зеленый, коричневый и графитовый. Такой забор очень часто выбирают, если с вашего участка открывается красивый вид на лес, луг, озеро. Ну, из-за того, что у этого забора практически отсутствует парусность, какое-то мощное основание ему не требуется. Установка происходит достаточно быстро при минимальном использовании сварки. Из минусов данного забора можно назвать, ну, наверное, его абсолютная просматриваемость. То есть за ним никому не спрятаться. Это были самые востребованные типы заборов в 2024 году. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. А ваши вопросы – пишите в комментариях. Увидимся в следующем видео.